Хорошо, сегодня будем изучать исход четвертой главы по поводу Моисея. Это чтобы помочь нам сосредоточиться, конечно, на Иисусе и про мнение хлеба. Давайте тогда помолимся. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Отче, Тебе поблагодарить за то, что Ты есть, и умолять Тебе, чтобы поскорее Иисус пришел. Чтобы основать Твое царство здесь, воскреснуть тех, которые умерли в Нем. И Отче, пока мы ждем Его пришествия, прибудь с нами. Благослови мои намерения начинать какую-то группу здесь, в Лондоне. Благослови ситуацию в Украине. Дай, Отче, какой-то мере мира там, чтобы Твой народ могли бы жить спокойно. И благослови нашей семьей. Благослови семья Беляевым. Пусть всякие болезни, которые ходят мимо им, пошел бы. Отче, прибудь с нами. Дай нам единство. Дай нам любви покрепче. Дай нам мир, Отче, чтобы на самом деле мы жили бы смирно перед Тобою и перед друг другом. Прости, Отче, наше грехопадение, наши слабости. И пусть, Отче, мы не будем так, как Моисей, мы не будем отказаться от Тебе. А пусть, Отче, мы будем Тебе служить и радоваться во Христе. На этом уверенность, что мы будем спасены по Твоему великому благодати и милости. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, тогда исход четвертая глава. Ну, у нас здесь Моисей, по-моему, в слабости. Потому что он был сорок лет там, в Египте. Бог ему помочь, чтобы тот опыт был бы для него полезным. Степан об этом писал Диану и апостолу, 7 главу, 22 стихе. И пока Моисей был в Египте. Научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Я хочу это уточнить. Он был силен в словах и делах. Ну, в словах. То есть он имел говорить, вот, вроде он стал бы очередной фараона. Потому что он был как-то сын фараона. Но он пробовал спасать Израилу, не получилось. Убежал он в Медиан. И там жил сорок лет. После сорока лет Бог явился к нему и сказал, что я Яхве. Я буду. Я буду спасать Израилу. Я буду тебе исползывать. Я буду. Я буду. И семь раз исход 3 главу, когда Бог явился Моисею там в черном кустах и сказал, что я Яхве. Он семь раз сказал, я буду. Я буду. Я буду. Семь раз. Семь – это, конечно, значительная цифра. То есть Бог имел в виду, что, да, Яхве означает, я буду. Кем я буду? А я буду. И через тобою, Моисею, я буду. А здесь исход четвертая глава. К сожалению, Моисей как-то сомневался в этом. Потому что он чувствовал себя недостаточной силой. Силом. Не как-то к этому. Потому что он уже был 40 лет в Мариане. В первом стихе. И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь. И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю. И жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею. Простер руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его. И он стал жезлом в руке его. И опять сказал ему Господь, положи руку твою к себе в пазуху. Он положил руку свою к себе в пазуху. Винул ее и вот рука его поболела от проказа, как снег. Проказ это символ греха. И змея это тоже символ греха. Еще сказал, положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху. И вынул ее из пазухи своей. И вот она опять стала такой же, как тело его. Моисей сделал всякие извинения. Почему, Господи, я не могу тебе служить? Вот это, я не способен, я не хочу это делать. А зачем так? Зачем он отказался? Когда ему 40 лет было, он пытался спасать Израилу. А зачем сейчас он как-то это не хотел? Всякие глупые извинения отдал. Почему? Я дам, по-моему, некоторых причин. Во-первых, он чувствовал себя грешником. Что кто я? Спасать Израилу. Мне 80 лет. Я слаб. Потому что, когда он был в Мадьяне, он женился на дочь этого Ятро, которой не было верующего. Которая была даже язычником. Потому что мой отец был священник. Конечно, какой-то иным богом. Он женился на дочь этого священника. И, как мы дальше будем прочитать в этом главе, он не обрезал его сыновей. Он обрезание не делал для его детей. И это, конечно, знак Завета. Это то, как он как-то отошел от Бога. И Бог, по-моему, дал ему эти две знаки, можно сказать. Змея. Это грех. Бери за хвост. Ты сможешь. Простри руку твою. И вот, ты сможешь побеждать против греха. И вот, который знак, признак был другой. Полный проказ. Это видно, это символ греха. Потом Бог это как-то простил. Белый, как снег. Это чтобы показать ему, что да, ты грешник. А это не препятствие. Это не препятствие. Еще Бог сказал ему, что у тебя есть на руках. Он сказал, жезл. Хорошо. Он сказал, я буду это использовать. Тот жезл будет как мою. И ты будешь с этим жезлом делать всякие чудесы. Жезл. Это рабочий инструмент, который он использовал уже 40 лет. У него не было, по-моему, очень хорошей жизни. Он ухаживал за овцами. Тесто. За 40 лет. Это, кажется, не очень. Не очень. Так вот. Работал. Ну, 40 лет. Он как-то привык к этому. Я смотрел на то, что он видел дворцы Воронова. Ну, ладно. Уже 40 лет он так прожил. Не мешай меня. И это характерно. Это типично. У людей, у народа. Они все жалуют, что, ой, я как хочу. Какой-то лучше жизни. Какой-то, ну, более, чем это, с этими ограничениями. А я хочу жить по-другому и быть более. Ну, для Бога. Хорошо. Бог даст возможности. И начинается куча извинений. Допустим, ты предлагаешь человеку. Ну, хорошо. Твою жизнь не повезло. Не то. Ты там чувствуешь. Хорошо, наверное, так. А вот, знаешь, ты сможешь жить вечно. Ты сможешь иметь какое-то значение перед Богом. И ты сможешь работать для Него. О, ты сможешь жить вечно. Да. Во веки, веки, веков. Ой. Я занят. Я слишком занят. Я бегу в поликлиники. Я бегу туда-сюда. Я не могу. И всякие извинения начинаются. Я грешник. Я не то. То есть, человек имеет право на вопросах. Ну, я хочу лучше жить. Я хочу лучше быть. Я не хочу жить при таком ограничении жизни. Хорошо. Да. Ты правильно. Ты правильно. Задаешь вопрос. А вот ответ. Ой. Ты не хочешь. И Моисе здесь типичный. Мы все такие. К сожалению. И поэтому Бог сказал, возьми тот жезл. Тот символ. Твою рабочую жизнь. Хорошо. Я буду это использовать. Я хочу тебе использовать. Но он все равно не хотел. А Бог дал ему ответ на каждое извинение. Каждый раз он дал ему ответ. И он это не хотел. И даже наши греховности. Наши слабости. Наши слабости. Наши слабости. Наши слабости. Это не так, что ты просто принимаешь крещение и ждешь, 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 ждешь пришествия Иисуса. Ну да. В одном плане нам надо подождать. Но он и тоже призвал нам служить Ему. Делать кое-что для Него. И как Павел писал, есть доброе дело, которое Бог предназначил для нас от самого начала мира. И если ты это пока не видишь, то надо молиться. Что именно, Отче, ты хочешь от меня? Покажи мне, что конкретно я могу для тебя делать. Вот в десятом стихе Моисей опять жаловал. Господи, человек я не вред чистый. И таков был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и костноязычно. Значит, он чувствовал, что я не могу. Я не умею красиво говорить. И вот, если ты хочешь, что я буду перед вороном говорить, я не тот человек. Помните то, что Степан писал? И научил был Моисей всей мудрости египетской. И был силен в словах и делах. Был силен в словах. Прекрасно знал язык египетский. Он был фактически идеалный человек для этой работы, чтобы ходить к фараону. Он там был раньше. Он жил там сорок лет при фараоне. Говорит с фараоном, объяснить. Прекрасно умел бы с ним поговорить. Он не хотел. Он начинал сказать, что нет, нет, нет. Я не могу. Говорить так я не могу. Я не речистый. Всегда я был так. Тяжело говорил и костноязычно. Как это? Балансировать на то, что Степан писал, что он был силен в словах. Научен всей мудрости египетской. Наверное, у него был какой-то слив. После того, что его попытка избавить из Лаила не получилось. Наверное, какой-то слив у него был. И поэтому он не мог так хорошо говорить. Кажется, что он заикал. Он не говорил так хорошо. И он дальше в шестом главе и тоже повторился, что я не могу говорить хорошо. Бог не предлагал ему исцеление. Он просто сказал, что я буду с тобой. Я буду с тобой. И с нами тоже. Когда мы чувствуем, что я как-то не тот человек для Бога. У меня способностей нет. Это именно наша неспособность, которая является нашей способностью. Факт того, что у нас квалификации нет, это знак, что да, Бог хочет тебя использовать. Он всегда так. Помните, столько пророков сказали, что да нет, я слишком молодой. Я не могу. Хорошо. Когда мы так и чувствуем, вот это наша квалификация. И это, конечно, очень далеко из понятия религии. У протестантов есть пастыри, которые говорят все прекрасно, одеты, богаты, все красивые речи, идете и так далее. Или у православия, священников, батушки, которые все одеты правильно, умеют говорить. Вот так, как надо. Нет, это не стил Божий. Он использовал тех, которые считают себя как-то никчемными, как-то неадекватными, без адекватности, без способностей. Хорошо. Это вот квалификация. Потому что, представляете, если на самом деле Моисей заикал. Вот. Он стоял бы перед фароном. Заикал бы, заикал. Как-то все думали бы, тот Якова и бог Израильева, разве у него нет лучше как-то представителями, чем тот парень. Но нет, это характерно, как бог работает. И так, не думайте, что вот тут работа для другого человека. Потому что это то, что, в принципе, Моисей сказал в 13-м. Моисей сказал, господи, пошли другого, кого можешь послать. То есть не я. Это опять человеческая плотность. Ладно, я не буду. Давай, какой-то специалист, лучше мне пусть кто-то другое это делает. Это проблема вообще в религии, где у них есть такой пирамид. Ах, епископы, епископы, пасторы и так далее. И мы все, ну, народы, да, обыкновенные люди, а это не я. Да, пусть какой-то другой человек. Пошли другого, кого можешь послать. А не я. Самое главное, не я. И это в религии. В духовности это по-другому. Где бог хочет тебе лично использовать. Мы все священники. Петр об этом писал, что мы являются священством. Каждый верующий человек является священником. Это не так, что есть священники, есть пасторы, есть какая-то группа специалистов. Нет, ты тот специалист, это тебе. Так, поэтому бог сказал ему, жезл свой, 17-м, возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение. Тот жезл я предлагал, это просто рабочий инструмент. Это символ, как он трудился и вот предпочитал остановиться так. Как сказал в 11-м стихе. Кто дал уста человеку? Кто делает немим, или глухим, или зрячим, или слепим? Я ли господ? Кстати, места нету для сатану или ябу. Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебе, что тебе говорить. Я буду при устах твоих. Я буду, опять, это его имя. Я буду? Кто я буду? И кем я буду? Я буду. Он мне сказал, ага, у тебя проблемы с языком? Хорошо, я буду тебя как-то исцелить. И после исцеления тогда я буду тебя отправить. Нет. Итак, пойди, и так, так как ты есть, пойди, и я буду при устах твоих. Я-то с нами, мы все как-то думаем, ой, если только Бог дал мне какую-то способность, деньги или какую-то способность, тогда я мог бы ему служить. Нет. Итак, пойди, так как ты есть, и я буду с тобой. Он не предлагал ему никакого исцеления. Моисей сказал в 13-м, Господи, пошли другого, кого можешь послать. И возгорелся гнев Господень на Моисея. И он сказал, разве нет у тебя Аарона, брата Левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он видит навстречу тебе. Значит, Бог возгорелся, ну, гнев возгорелся, Господень на Моисея. Бог очень против. Когда мы делаем столько извинений, что это не я, не хочу, не буду, не трогай меня. Я живу как-то в болоте, ну, смотрел просто за овцами тесто, сорок лет, хорошо, не трогай меня. Я хочу так жить, так будет. И у нас все тот клон, тот тенденций, что не мешай мне. Хотя и жизни не очень. Не мешай мне, пусть я так и живу. И так и умрю. Нет. Бог залезет в жизнь человека. Радикал. И, хорошо, это так как у Бога было намерение, чтобы Моисей говорил. Моисей не хотел. Хорошо, тогда план Б. План Г. План Д. Если так, нет, ну, хорошо. Через Аарону я буду действовать. И мы здесь видим, как Бог как-то открыт. Это не так, что, ой, хорошо, Моисей, ты не хочешь? Хорошо. Тогда не будешь. Тогда не будешь. И мой план спасения не получается. Из-за тебя не получится. Хорошо. Моисей, зачем ты так? Ну, возгорелся гнев Господина Моисея? Ну, хорошо. Все равно я буду устраивать по-другому. Ладно. Через Аарону. Ладно. Увидим, как Бог не пассивно, как Он хочет, очень хочет спасать. Он сказал в 12 стихе, что я буду при устах твоих и научу тебе, что говорить. Ну, он это тоже самое сказал по поводу Аарону в 15 стихе. Ты будешь ему говорить и влагать слово в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его. Значит, Аарон хорошо умел говорить в 14 стихе. Я знаю, что он может говорить. Но все равно, не смотря на то, что у него способность была, все равно нужно было, чтобы Бог был при устах его. И то же самое. Моисей не умел говорить, не умел заикал или имел какую-то проблему с языком. Хорошо. Я буду при устах твоих. Способен, не способен, все равно требуется, чтобы Бог через тобой действовал. И вот эта проблема, которая была у Моисея. Я хочу своим силам. Сил уже нету. У них уже 80. Все. Нет. Бог хочет тебя использовать. По крайней мере, мы сможем молиться каждый день, чтобы Бог дал бы нам встречи с людьми, и кому мы сможем как-то поделить Евангелие. Так. Моисей вернулся тогда в 21 стихе. «И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицем ворона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Бог ожесточил сердце его. Божесточить не обязательно, нам надо воспринимать плохим смыслом. Значит, он утвердил бы. И то слово дальше мы встречаем в псалмах, например, где Бог в хорошем плане сказал, что я буду утвердить сердце человеку, когда он меня любит. Значит, Бог ждет, чтобы как-то подтверждать человеку туда, куда сам хочет. И особо в сердце, то есть в психологическом плане, потому что сердце означает ум человека. Если мы хотим в сердце быть по-духовному, тогда Бог будет тебе как-то ожесточить. Значит, он будет твердить тебе в этом направлении. А если ты не хочешь, то он будет и тоже твердить тебе, ожесточить тебе туда, куда ты хочешь. Так как тех, которые говорят, что у меня такая тенденция к греху, и вот я просто так, я не могу бросать алкоголь, я не могу бросать какие-то сексуальные греховности, потому что я так и рожден, так и есть. Это генетически. Нет. Это для меня пример, где Бог твердил или ожесточил сердце человека туда, куда тот человек хотел. И на положительном то же самое. Если в сердце я хочу тебе, Господи, служить, но я слаб. Хорошо. Ты это хочешь? Хорошо. Я буду тебе твердить, ожесточить в этом направлении. Я просто имел в виду, что ожесточить тот еврейский слов, так переведено, это не обязательно в плохом смысле, не всегда. Значит, что Бог ждет нам утверждать туда, куда мы хотим, в психологическом плане. Если мы хотим иметь ум Христова, ум Христа, вот он готов дать нам и подтверждать человеку в психологическом плане. И скажи 22 Фарону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, то есть имя тебе. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего. То есть Бог сказал, что вот Израиль, первенец мой, и Фарон, если ты не будешь отпустить, то я убью сына твоего, первенца твоего. И сейчас сразу, сразу после этого мы встречаем очень странный случай, но совсем связан к этому, где Бог хотел убить, по-моему, первенец мой сын. Дорогую на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, ты жених крови у меня. И отошел от него Господь, тогда сказала, она жених крови по обрезанию. Наверное, мы думаем, что Бог пытался убить Моисею, но можно чуть по-другому переводить и понять, что Господь пытался умертвить первенца Моисеева, потому что написано, что каждый человек, который не принимает обрезание, он будет уничтожать из народа, не отец, который это не делал, а сам сын, который без обрезания. Я так понимаю, что Господь хотел умертвить, наверное, и Моисея, и сын его. Из-за того, что он не обрезал крайнюю плоть сына своего, потому что это знак, что Моисея, в принципе, не хотел участвовать дальше у Бога. Видите, Бог как раз сказал им, скажи Фарону, отпусти сына моего, если не отпустишь, то вот я убил сына твоего, первенца твоего. И сразу после этого Бог пытался убить сына Моисеева, первенца его. Это чтобы Моисеев понял, что он, Моисеев, не лучше Фарона. Не лучше. Поэтому все то, что он делал перед Фароном, и тот страшный казнь, который он делал, тем более последний казнь, где первенца умерли, «Он это делал смирением, понимая, что я сам это служил, а только по милости Божьей, только из-за крови Бог это не делал ко мне». Интересно, что она бросила кровь к ногам. Похоже, наверное, как Израилу бросили тот кровь Агнца на дверях, на двум сторонах, как два нога. И чтобы ангел мимо пошел, и первенца не убили бы. Бог так действует с нами. В числа 12 главу, в третьем стихе написано, что Моисей был самый смирен, смирен человек в мире. Самый кроткий человек в мире. Из-за этого, и таких действий Божьих, так как у нас, то же самое, Бог и тоже действует, чтобы нам понять, что я не лучше. Я не лучше. Фараона, это все по милости Божьей. Так как Бог хотел убить, либо Моисей, либо сын Моисеева, зависит от перевода, но, в принципе, то же самое. Бог и тоже хотел убить первенца Израилева и Эгипта. Из-за крови только он это не делал. Итак, мы видим, как Бог действует с нами, чтобы учить нам смирение. И чтобы, когда придется понять, что мир вообще умирает, а я не буду, я буду жить вечно. Это не из-за того, что я лучше, чем соседи, где я живу. Я не лучше. Так как Моисей, ты не лучший фарон, а я тебя спас из-за крови, из-за действия спора. Женщина. Итак, у нас есть сейчас символ, и тут кровь Агнца. И вот это для нас, чтобы мы поняли бы, что это только из-за этого, это только по благодати, что я не умрю. Только по благодати. Я не лучше фараону, я не лучше. Тот мир. Просто так, что я видел то, что надо делать. И спора быстро это делала. Она созревалась к этому сразу. Молодец. Итак, давайте тогда поблагодарим Богу за чашу и за хлеба. Саша Баряев, ты сможешь, пожалуйста, за хлеба? Да, да. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Начинать. Начнем. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за эту возможность собраться здесь, чтобы вспомнить жертву нашего Господа Иисуса Христа, который принял на нас, на себя все наши грехи, очистил нас и представил пред Тобою. Он указал нам путь к спасению через полное исполнение Твоих заповедей, которые Он и совершил, находясь в таком же теле, как Вы и у нас сейчас. Он указал нам, что мы можем это все совершить. Только нам нужна Твоя поддержка, Отец наш Небесный. Не оставляй нас во все дни жизни нашей. Будь с нами во всех наших делах. Спасибо Тебе за все. Слава Тебе во веки веков. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. 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 Так как тот кровь спас Моисей, Еблосин. Так как тот кровь нашего Господа спасай, Кима. Женя, сможешь, пожалуйста, за чашу? Да. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за все, что Ты сделал и сделаешь в будущем через Иисуса. Спасителя нашего, надежды нашей. Ибо кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, и мы через кровь имеем общение друг с другом. Спасибо Тебе за такого Спасителя. Ибо Сам Иисус сказал. И Он говорил не свои слова, а слова Твои. Кто не будет есть плоть Мою и пить кровь Мою, не войдет в Царство Небесное, в Царство Моего Отца. И мы знаем, что эта кровь очищает нас, Слово Твое освящает нас, Слово Отца нашего освящает нас. И мы идем в направлении Царства Твоего. Ибо Отец поставил Иисуса первосвященником в Небесном Святилище. И нас сделал священниками, которые поклоняются в Духе Истине. Спасибо Тебе, Отец, через Иисуса за эту великую... Что Ты сделал. То, что мы поклоняемся Тебе в любом месте, на любом конце Вселенной. И каждый человек имеет доступ к лицу Твоему. Через Иисуса. Спасибо Тебе за все. Услышь над Своими Иисуса Христа и введи нас в свое Царство. И будь всегда с нами. Аминь. Аминь. Мы возьмем эту чашу Нового Завета. Давайте помолимся. Отче, пребудь с нами. Отче, будь рядом. И пусть, Отче, на самом деле, когда все закончилось в нашей жизни, мы будем жить вечно. В Твоем Царстве, с Тобой, с Иисусом и с друг другом. Прибудь с нами. Во имя Его. Аминь. Кто в Галаксии А70? Это Игорь? Да, это Игорь. Кто в Галаксии А70? Кто в Галаксии А70? Кто в Галаксии А70? Кто в Галаксии А70?